Всем привет дорогие друзья и сейчас мы взглянем на недавно вышедшую программу для мака VK Music. Вот так вот выглядит иконка программы. На мой взгляд она слегка перегружена, слишком много элементов. Но идея интересная и так смахивает на iPod Nano. Сам интерфейс программы предельно минималистичен, но в то же время информативен. Все что нужно мы конечно же находим. В левом углу мы находим регулировку громкости, причем она не зависит от системы. То есть вы можете продолжать кликать по кнопкам с вашей клавиатуры. Далее идет переключение трека назад, play, pause, переключение трека вперед. Далее идет перемешка, то есть вы сможете мешать треки сколько угодно. А также повтор одного трека, то есть вы включите его и он будет постоянно повторяться. В правом нижнем углу мы находим строку поисков, в которой вы сможете искать треки из ваших аудиозаписей. Нажав слева на вся музыка, мы сможем также поискать композиции, которые не находятся у нас в аудиозаписях. То есть, например, тараканы. Также во время проигрывания трека мы сможем видеть его название, можем его перематывать. Правда, почему-то на данной стадии приложения случается не всегда и только в определенных треках. Видимо, это какой-то баг, который со временем исправен. Ну и справа, конечно же, отображается оставшееся время проигрывания трека. Что касается управления приложением, то, к сожалению, через кнопки, которые доступны к клавиатуре, управлять им невозможно. Но мы можем нажать сверху на вот эту иконку, поставить на паузу трек, включить следующий, ну или предыдущий. Кстати, переключать треки и ставить их на паузу можно также с сочетанием клавиш. Это Alt, Command, F8, F9, F7, соответственно. А если у вас установлено Mount Inline, то вам также будут приходить уведомления о переключении трека. А также мы можем нажать на кнопку, благодаря которой мы перейдем в само приложение. В принципе, на этом наш обзор подходит к концу. Приложение мне понравилось, но все же есть баги, которые, конечно же, наверняка со временем будут исправлены. Само приложение бесплатное и скачать вы его сможете по ссылке из описания этого видео. А с вами был AppleExpert. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!